Продолжение следует... Продолжение следует... После поступления к нему дела, законодатель обоснованный исходил из того, что только такой судья может оценить его объем и сложность и определить время, необходимое для изучения всех поступивших материалов. Прогласно документам, дело было направлено в Московский городской суд. Районный суд 4 июля 2005 года направил мне факсов. Часть выставок почты 9 июля 2005 года, в результате чего две из общего количества жалоб я получил в двух из них. В то же время, указанное в сопроводительном факсовом сообщении, которое я могу подъявить в суду, жалоба адвокатов Бару, Гриднева, Краснового, Липцев и Рифкина на определение Мещанского суда 16 мая 2005 года, фактически ни факсов, ни почты направлены не было. Факсы 2005 года. Приложение на 57 места. Фактически, очевидно, в беду технического сбоя, приложение мною получено только на 53. Первое. Признать, что назначение конституционного рассмотрения дела по обвинению Гридоковского, Михаила Борисовича, Лебедева, Платона Леонидовича и Крайного Александра Андрея Владимировича, произведено с грубым нарушением статьи 376 Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. Значит, поскольку после выступления прокурора я уже слова не получу, заявляю, что ходатайство не направлено на затягивание дела, и оно преследует единственную цель – провести процесс в строгом соответствии с требованиями закона. Ходатайство не дает культуры. Другие ходатайства у вас имеются? В данный момент нет. В данный момент не будет. Идет стадия рассмотрения ходатайства. Единственное, что я могу сказать, совершенно так откровенно, что я испытываю некое моральное неудобство, поскольку я понимаю, что из-за моей болезни дело вытянулось на одну неделю. Ну, и поэтому я самостоятельно сейчас доставил этот вопрос. Хотя вся мотивировка этого преподатства полностью поддержана, она использована нашим письмам преподатствия. Я полагаю, что оно подвижит этот дарит. Суд должен иметь в виду, что вы понимаете, ну, вот я лично сумел прийти в городской суд, я не знаю, что седьмого или восьмого числа. Вот как компенсировать тот факт, что не был познакомлен я с протоколом судебного заседания. Я, к сожалению, в жалобе иногда не могу ссылаться даже на несколько дел, потому что я не знаю, где, где это написано. Поэтому это, я, конечно, поддерживаю это ходатайство и полагаю, что оно, несомненно, подвижит этот дарит. Давайте не все обещать. Сделать не все это. И третий документ. Это заключение обоценту уставного фонда, 20% уставного фонда пакета акций «Апатит», который проведен одной из самых известных и авторитетных компаний. Его пригласили. Я вас угадаю. Поэтому его ходатайство я совершенно отдельно поддерживаю. Значит, естественно, я хотел бы заявить свое ходатайство в зависимости от принятия вами решения по ходатайству адвоката Шмидта. Но если бы установили порядок, что мы все ходатайства заявляем одновременно, то я его тоже заявлю. Слушаю вас. Спасибо. Это пройденный этап. Переходим к самим ходатайствам. Теперь, по сути, мне дали две недели на подготовку возражений к 600 страницам приговора, где блеф на каждой странице. При этом из 30 томов протокола мне 15 или 14, в зависимости от того, сколько их на самом деле, не выдали до сегодня, а мне выдали всего 15 томов. Материалов тела хранения возможностей видеть материалы меня лишили неделю назад. В этих условиях я подготовил подробные возражения по 40 страницам приговора, что заняло у меня тоже 40 страниц, если перечитывать на наши написания. И еще на 100 страниц приговора. Приклонность и обоснованность приговора. Меня будут лежать в тюрьме, пока страх перед оппозицией будет побеждать разумную совесть. Так, Ходорковский, мы сейчас обсуждаем не вопросы, связанные с оппозицией, а вопросы, связанные с наличием ходатайств. Если они... Адвокат Шмидт, присядьте, пожалуйста. Возражение против ваших действий. Присядьте, пожалуйста. Вы совершенно незаконно ограничиваете Ходорковского и не даете ему изложить свое мнение перед судом. Независимо от того, о чем он говорит, о политической или правовой составляющей дела, его право дать свое... Адвокат Шмидт, мы рассматриваем уголовное дело, а не политик. Я знаю, какое дело вы рассматриваете, и все сидящие... Обычное уголовное дело. Присаживайтесь. Все дела, которые рассматривали в Советском Союзе, все были обычными уголовными делами. Мы это слышали много раз. Почему вы не выполняете распоряжение, председатель? Выполнули ваше распоряжение, я прошу вас наблюдать за вопрос. Присаживайтесь. Ходорковский, продолжаем. Продолжаем. Однако возможность полноценной публичной защиты для меня важна, чтобы люди поняли, что меня судили не по закону, не для торжества справедливости, а ради интересов части бюрократии, которые не постеснялись взять свои союзники против меня на выборах в Москве. Ходорковский, по сути, ходатайся. А просто даже... Ходорковский. Осужденный Ходорковский, к вам обращаюсь. Пожалуйста, по сути, заявлено ходатайся. Слушаю вас. Какие ходатайся имеете, о чем просит судебная коллегия? Какие подлости они еще придумают, не знаю. Но сумма стала опять грязной. Отсюда же я прошел время на подготовку защиты. Спасибо. Какое время вам необходимо в защите и в связи с чем конкретно? То есть для ознакомления с какими-то моментами... Я бы хотел ознакомиться с оставшимися 15 домами протокола. И я бы хотел подготовить свои возражения на оставшиеся 450 страниц приговора. А что вам мешало в течение четырех с половиной месяцев после постановления приговора в инвестиции гражданчика? Объясняю, пожалуйста. У меня... Я, наверное, ничего не прочитал. Я еще раз. Начали. Из 26 томов, из 30 томов протокола, мне 15 не выдали по сегодняшний день. Материалов дела на 400 томах, там и нет. Возможности висит в материалы меня лишили неделю назад. В этих условиях, поскольку протоколы мне предоставили, как вы превосходно знаете, всего лишь месяц назад, и возражения на него составляют по тексту приблизительно еще полтора тома, даже на те 15 томов, которые выдали. В результате уголовного дела, каким бы уважением я ни относился к Юрию Марковичу, все-таки следует дело судом кассационной инстанции, как того требует положение части 2 статьи 376 адвокатуре и адвокатской деятельности, отказались защищать Михаила Борисовича Ходорковского. Но, тем не менее, присутствует в настоящий момент в зале и консультирует одного из защитников. Уважаемый суд, при принятии решения по данному подъяву уголовного дела, как полученных ненадлежащим Мещанским районным судом города Москвы приговора, для того, чтобы надлежащим образом качественно подготовиться к своей защите. Уважаемый суд, в суде уже ранее был установлен факт многократных посещений Ходорковского его защитниками. Полагаю, что говорить о каком-либо нарушении прав на защиту отказывался от защитников, от тех защитников, которые практически наизусть сомнения. Уважаемый суд, принимая во внимание все вышеизложное, полагая, что ходоможности надлежащим образом подготовиться к своей защите, прошу и это ходотайство оставить без удовлетания. Коллеги, ударяйте на совещание. В первой статье 376 УПК Российской Федерации при назначении дела к слушанию в конституционной инстанции у меня нет сомнений, что и ограничение времени на ознакомление с протоколом судебного заседания фактически запрет Ходорковскому встречаться со своими адвокатами, поспешное назначение конституционного рассмотрения и обказ судебной коллегии устранить или хотя бы минимизировать допущенные нарушения являются следствием давления на суд со стороны неизвестных лиц во властных структурах страны. Целью этого давления является воспрепятствование регистрации Ходорковского в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в Федеральном собрании Российской Федерации, а для ее достижения необходимо как можно скорее придать вынесенному районным судом обвинительному приговору законную силу. В соответствии с конституцией России суд независим и подчиняется только закону. Во всех известных документах международного права подчеркивается, что независимость суда является важнейшей гарантией его беспристрастности. Действия членов судебной коллегии, о которых сказано выше, дают основания сомневаться в их независимости и беспристрастности, полагать, что суд не способен противиться оказываемому в него давлению и при вынесении решения руководствоваться только законом. Считаю произвесенные здесь слова очень верной, но красивой фразой, не соответствующей реальному положению дела. Я бы мог в подтверждение сказанных мною слов привести немало и других фактов, свидетельствующих о том, что вся эта поспешность, когда, говорю сглаженного, руководствуясь частью 2 статьи 61 и статьей 64 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заявляю отвод всем членам судебной коллегии Московского городского суда, участвующим в рассмотрении этого дела. Обращаю внимание, что этот документ выполнен на компьютере вчера вместе с ходатайством, поскольку логика развития событий подчеркивала, что я могу писать заявление об отводе, не сомневаясь в вашем решении по другим ходатайствам. Я даю впису и умеет. Адвокат, ваше мнение? Я не участвую в процессе. Это заявление. Но участвую в процессе имеют право высказать свое мнение. Вот я пойму. Поэтому закон меня не обязывает. Я скажу, что не имею в виду, от того, чтобы высказать свое мнение правильное. Спасибо. Я буду конселитаризироваться с моим адвокатом, с Евгением Артем Шмидтом. Хотя бы потому, что сейчас в суде было заявлено, что меня ознакомили с протоколом. В то же время, сегодня же в судебном заседании было сказано, что моего адвоката Генриха Павловича Павловна ознакомили здесь в суде с 26-м, по-моему, с 27-м домом. С двумя там возник. Да, протокола. А мне выдали их всего 15. И поэтому для меня очевидно, что со всем протоколом я не ознакомил. Более того, я бы вам мог сказать, что в самом протоколе есть ссылки на материалы... Адвокат Павловича познакомился с подниками. Вам вручена копия. Дальше. Я бы могу сказать, что в самом протоколе есть ссылки на материалы, которые в протоколе отсутствуют. И таким образом протокол, который у меня есть, не прошитый, он явно не помнит. Вопрос о протоколе уже решен судом, и по нему принято решение. Собственно говоря, это и вызывает у меня необходимость централизироваться с позицией манглорда. Спасибо. Мнение адвоката вы не можете. Пытались там. Правильно. Какой же? Ну да, он духовный. Нет, закон не менял. Это по-моему, а по-моему, что нет оснований. Нет, по-моему, сейчас я сама. Вы жители Московской области, работающие, несудимые, осуждены к лишению свободы по части 3 статьи 147 УК РФ в 47 годах, по части 3, 33, 315 УК РФ в полутора годах, пункт 3 статьи 33, 315 УК РФ в полутора годах, по части 2, 198 УК РФ в полутора годах, по части 3 статьи 33 пункту А, Б, части 2, 199 УК РФ в пяти годах, по пункту А, Б, части 3, 159 УК РФ в семи годах, а Ходорковский также и по пунктам А, Б, части 3 статьи 160 признан виновым в совершении мошенничества, то есть хищении чужого муста путем обмана, организованной группой в крупном размере, причинению путем обмана крупного ущерба, без признаков хищения. Преступлениями совершены период... С протокола судебного заседания вы можете увидеть, что мое выступление в суде первой инстанции было в течение трех дней работы. Просим только изменить, нести изменить. Ну, вам предстоит решить, кто ближе к формально-юридической оценке этого документа, только в этом разница определения незаконна, как и в связи с тем, что по существу изложенные факты не установлены. Так, изложенные в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Приговор вынесен с грубым нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением в ряде случаев уголовного закона, а также в связи с общей несправедливостью этого документа. прежде всего я хочу обратить ваше внимание на ряд общих положений, свидетельствующих о явном противозаконности и несправедливости этого документа. Редакции действий Ходорковского по части 3, статьи 33, то есть, извините, части, да, статьи 33, статьи 315 уголовного конкурса в редакции закона под 8, статьи 147, части 3, 33 и по 315 еще раз, по части 3, 33 пункта А, Б, части 2, 199-198 и часть 3, статьи 198, о котором говорить сейчас будет, мы просим этот перевод отменить, и все с тем, что во всех случаях установлено в первую очередь непричастность к Ходорковскому совершению которого было близко было, то есть, установлены факты, соответственность которым по пункту 1, часть 3, статьи 27. Перед тем, как перейти к своему выступлению, хотел бы попросить еще раз затянуть рассмотрение дела на полчаса для того, чтобы пойти выпить хотя бы чашку горячего чая, если есть на другом. Потому что мне такой режим, кажется немножко странным, а по нему состоянию здоровья он еще и не допустил. Главное, что даже уважаемый Дмитрий Эдуардович, если я попрошу полчаса, не скажет, что я затягиваю процессы срывания. Слушаем, раз, по-другому, 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 по-другому. Ну, чтобы мою жалобу слышали, и находящиеся в зале тоже. Потому что мне придется отвечать на вопросы, которые им будут непонятны, если я не повторю основные тезисы. Итак. Во-первых, вкратце, как-то я считаю, можно сказать, по каждому эпизоду, не начнусь. Вкратце, как разобраться в этом деле, как говорится, у нас в стране без поллика невозможно. А значит, остается только верить в суду. Я достаточно легко докажу, что в моем деле разобраться просто. Понятно, что я не виновен просто. Виновным меня признал не суд, а группа бюрократов, которая убедила власть в необходимости ограничить финансирование оппозиции. А заодно пытается получить приз в виде кусков ЮКОСа, лучшей, крупнейшей компании страны. Мещанский суд только озвучил решение петлиц, не имеющих никакого отношения к судебной власти и позорящих Россию. Начну с эпизода «Апатита» и «Неуиха», акции которых, согласно приговору, похищены путем мошенничества. Двусмысленно. Безвозмездное – значит неоплаченное. Русский язык, надеюсь, все учили. Никто не имеет права называть возмездную передачу собственности, что, еще раз скажу, признанную судом, ищи в этой части нагло и цинично противоречивших законам. Коснусь теперь, якобы, имевшего места неисполнения решения суда по акциям «Апатита». Единственный человек, который заявил, что и не собирался выполнять решение суда, это представитель власти, бывший зампред Российского фонда федерального имущества, господин Хаффин. Теперь к многострадальному апатитовому концентрату. Единственный человек. Давайте вновь откроем Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно наказуемым является уклонение от налогов, связанное с искажением или несдачей отчетности. Возьмите приговор. В отчетности отражена уплата налогов векселями, предоставление и использование любого, кто из этого опровергнутого судом. Ничего. Все это сверстено. Идет обсуждение противоправной уплаты векселями, непротивоправной уплаты векселями, полномочное предоставление года или неполномочное предоставление года. В отчетности отражено то, что было предоставлено и то, что было уплачено. Я беру Уголовный кодекс Российской Федерации. Кремлевские чиновники приходят и уходят. Те, кто отстаскивают юг и создают в суду незаконные приказы, тоже не вечные. Уже через несколько лет они уедут на зал, доживать жизнь комфортно. Это бессовестные люди, для которых ни честь, ни страдость, ни закон, ни родина, ничего не связано. Не хотелось бы, чтобы мы ради семиминутных интересов нескольких бюрократов уничтожили репутацию суда, всей российской судебной системы, всей нашей власти в конечном истории. Давайте вместе подумаем о будущем, о тех людях, которые придут после нас и будут судить о нас, о нашем поколении, потому что происходит сегодня. Вкратце, у меня все. Если уважаемый суд предоставит мне возможность, я продолжу разбор одного конкретного эпизода, потому что остальные я не успел. Слушайте нас. Вот это действительно то, что без полу-литра не разберешься. Моя защита считает, и совершенно предпринимающаяся на всех остальных процессах, кроме этого, что достаточно доказать, в Меркурии, выпиющие противоречия приговора с материалами дела, с уголовным кодексом, и в целом на этом можно заканчивать и не отвлекать внимание трех уважаемых судей в судах по социальной инстанции. Я считаю, что для данного дела этого мало, потому что любые сомнения в нем трактуются против обвинения. Я, к сожалению, как уже сказал, не сумел подготовить материалы по всем эпизодам, но по одному из эпизодов они у меня готовы. Это, хотя тоже, так сказать, не до конца обучение. Это эпизод по Москве. Я, как в этом эпизоде, обвиняюсь в совершении растракции, высвечении чужого имущества, веренному, не думал, и так далее. Приговор в данной части является необоснованным, незаконным и подлежащим отмене. В чем будет оно? Естественно, с нарушением всех и всяких уголовных и уголовных аксессуальных законов, и даже противореческой Конституции Российской Федерации. Я где-то буду давать суд, я где-то не буду, чтобы не отвлекать в ваших страницах. Очень необходимое преступление, геновность лица в совершении преступления, форма его и его тематизма. Обстоятельства, исключающие преступность и 799-го покажера. Суд отсюда по каждому из преступлений требуется суду подлежало изучить и признать доказанным следующие обстоятельства. первое А. Совершены действия по изъятию принадлежащего собственникам, а именно ОООН, Каютос, ОООГ, Грейс и ОООН Микро к имуществам в денежном среде. По каждому кодексу, который суду требовал доказывать, на самом деле доказательство смерти есть просто макулатура, которая положена в дело в надежде, что ее никто никогда не прочитает. точно прочитает. Точно прочитает. И вопрос только заключается в том, прочитают это сегодня и вы, или это прочитают завтра, позже. все, что я хотел показать уважаемым судам и уважаемым собранам, это то, что приговор мещанского суда меня еще не приговор суда. Просто никакого отношения к правосудию не имеется. А по остальным эпизодам дела я перечислил наиболее простые и понимаемые аспекты того, почему, собственно говоря, не моего участия нет в этих деяниях. Я об этом просто не стал говорить. А по меселу, преступлений нет. Мне ужасно неудобно. Я пытался в течение всего процесса отстаивать позицию, в том числе этих споров с моими коллегами и адвокатами. Просто давайте все-таки постулировать в российский суд несчастье является независимым и добросовестным. Даже если нам из всех точек зрения всей информации кажется, что это не так, давайте считать, что все-таки это так. И мне сейчас очень тяжело, но к сожалению необходимо сказать то, что я вам сказал в первую часть. Я убежден, что дальнейшее. Все у вас? Спасибо. Олега Расмутов ваша доводы объявляйте перерыв. Ленея. 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 Прекращение? Нет. Я не погоню. Заявлено ходатайство о снятии настоящего дела с рассмотрения. Ваша честь, это не жалоба ходатайства и не адвоката пальма, а мое, и оно не повторяет дословно то ходатайство, которое представили мои коллеги. Вы ставите одни и те же вопросы. После поступления к нему дела, законодатель обоснованный исходил из того, что только такой судья может оценить его объем и сложность, и определить... Что вы понимаете, ну вот я лично сумел прийти в городской суд, я не жила 7 или 8 числа, вот как компенсировать тот факт, что не был познакомлен я с протоколом судебного заседания. Я, к сожалению, в жалобе иногда не могу ссылаться даже на месте дела, потому что я не знаю, где, где это написано. Поэтому это я, конечно, поддерживаю это ходатайство, не полагаю, что оно, несомненно, подвижит удовлетворение. Возьмите обучение, сделайте несколько. И третий документ. Это заключение об оценке усталенного фонда, 20% усталенного фонда пакета акций «Апотет», который проведен одной из самых известных и авторитетных компаний. Его пригласили. Я вас угадаю. Поэтому его ходатайство я совершенно отдельно поддерживаю. Значит, естественно, я хотел бы заявить свое ходатайство в зависимости от принятия вами решения по ходатайству адвоката Шмидта, но если бы установили порядок, что мы все ходатайства заявляем одновременно, то я его тоже заявлю. Слушаем вас. Спасибо. Это пройденный этап. Переходим к самим ходатайствам. Теперь, по сути, мне дали две недели на подготовку возражений к 600 страницам приговора, где дверь на каждой странице. При этом из 30 томов протокола мне 15 или 14, в зависимости от того, сколько их на самом деле, не выдали до сегодня, а мне выдали всего 15 томов. Материалов тела хранения. Время необходимое для изучения всех поступивших материалов. Согласно документам, дело было направлено в Московский городской суд. Районный суд 4 июля 2005 года направил мне факсов. Часть выставлена почтой 9 июля 2005 года, в результате чего две из общего количества жалоб я получил в двух местах. В то же время, указанное в сопроводительном факсовом сообщении, которое я могу подъявить суду, жалоба адвоката Вабару, Гриднева, Краснова, Лифтона и Рифтона на определение Мещанского суда 16 мая 2005 года фактически ни факсов, ни почты направлены не было. Факсом 2005 года. Приложение на 57 места. Фактически, очевидно, в беду технического сбоя, приложение мною подручено только на 53. Первое. Признать, что назначение конституционного рассмотрения дела по обвинению Ходоковского, Михаила Борисовича, Лебедева, Платона Леонидовича и Крайного Александра Андрея Владимировича произведено с грубым нарушением ст. 276 УК РФ. Поскольку после выступления прокурора я уже слова не получу, заявляю, что ходатайство не направлено на затягивание дела, и оно преследует единственную цель – провести процесс в строгом соответствии с требованиями закона. Другие ходатайства у вас имеются? В данный момент нет. Другой момент не будет. Идет стадия рассмотрения ходатайства. Единственное, что я вам могу сказать, совершенно так откровенно, что я испытываю некое моральное неудобство, – поскольку я понимаю, что из-за моей болезни дело вытянулось на одну неделю, и поэтому я самостоятельно сейчас доставил этот вопрос. Хотя вся мотивировка была в подарок, я полностью поддерживала. Она сделана наше письмо подарок. Я полагаю, что оно подвижит удовольствие. Все должен иметь в виду…